Друзья, я вас приветствую на канале Ван Дорина. В этом ролике мы поговорим про наушники Fifine Ampligame H6, которые мне прислала компания простонародья Fifine, за что им огромное спасибо. Все ссылочки я оставлю в описании и скажу вам, что нахваливать эту гарнитуру меня никто не просил, поэтому обзор будет максимально честным. В общем посылка пришла мне вот в такой упаковочке, которую мы сейчас с вами будем открывать. Вот такой у меня прекрасный нажетский и сейчас попробуем мы ее открыть, но походу не получится до стихика, надо что-то брать поострее. Смотрите какой я маленький, ручище-то у меня какая огроменная-то, етить-колотить-то, богатырская ептить. Ладно, давайте открывать. Я никогда не умел открывать такие посылки, поэтому я просто ее полностью расхареначал. Пупырчатая пленка у нас здесь я вижу. Так, это у нас коробочка с глянцем. Как я обожаю пупырчатую пленку, вы себе не представляете. Достаем наушники. Ой, коробка реально такая глянцевая. Вот такая вот коробочка, ребят. Вот такая коробочка. Я так понимаю, у нас здесь будет логотипчик в виде смайлика, это очень интересно, очень необычно. Наушники очень рады меня видеть, ну просто максимально рады меня видеть, поэтому они улыбаются. Это круто, классно. Здесь у нас написано PS4, то есть я так понимаю, наушники можно будет подключать к PS4. То есть для ПК, Мака и PS4. И написано Plug and Play. Значит их нужно просто будет подключить и не париться. Так, коробочка у нас под низом мы открываем. И что мы видим? Та-дам-та-дам! Мы видим здесь бумажечку, которую никогда в жизни никто не будет читать. Бумажечку мы откладываем. О! Смотрите, что есть! Ребята! Это чехол для наушников. Слушайте, качественный, хороший, приятный. Это что получается? Можно взять наушники, положить вот в этот вот прекраснейший чехол и транспортировать его. Да это круто! Ребят, ну в каких наушниках кладут чехлы, я, честно говоря, первый раз такое вижу. Ну хорошо, давай чехол откладываем. И здесь у нас, как видите, наушники. И что-то выпало. Микрофон. На 3, да, у нас он идет. Обычный микрофон. Слушайте, ну он такой, достаточно тяжелый. Сделан очень хорошо. Ничего не считается, не болтается. Это мы его подключим отдельно. Хорошо, достаем сами наушники. Они черные, спасибо, что не белые. Хотя, в принципе, я был бы рад и белым наушникам. Вот такие вот наушнички. Они очень легкие. Они реально легкие. Они, по-моему, весят 330 грамм, если я не ошибаюсь. Здесь у нас крепления металлические. Здесь у нас полностью кожзам. Здесь логотипчик FIFINE. Вот эти вот улыбочки, которые у нас, я так понимаю, будут подсвечиваться. Есть такие вот тканевые проводочки. Здесь у нас левое и правое ухо указывается. Тоже тканевый такой плотный провод. Очень хороший. Ну, слушайте, провод действительно длинный. Он здесь 2-2,5 метра где-то примерно. Есть у нас пульт управления. Самое мне интересно, слушайте, он такой матовый. Очень приятная на ощупь. Такой классный материал. Достаточно громкий звук нажатия пульта управления. Сборка тоже все очень хорошо. Ничего не шатается, не выпадает. Какой-то звук присутствует. Но это, скорее всего, вот эта вот кнопочка 7.1. На пульте управления у нас есть кнопочка сделать меньше звук, сделать громче звук. Сам режим 7.1, который самый мне интересный, который мы с вами проверим, конечно же, обязательно. Это эквалайзер, да, переключение режимов. Удобно. Здесь написано вот музыка, игровой режим и кино. Просто вниз. Это у нас микрофон включен. Вверх микрофон выключен. По подключению. В конце провода у нас есть USB. За защитку вам отдельное спасибо. Вставляем этот USB-шник в свой компуктер. И ничего не нужно, никаких драйверов и прочего подобного. Это максимально удобно. За это, конечно, прям респект. Регулировка. Ага, присутствует. Все хорошечно. Амбушюрки у нас такие пенные, приятные, прям большие. Блин, ну какой же вот это вот матовый пластик, soft touch. Он приятный максимально. Здесь у нас железка, железка. Давай попробуем. Надеюсь, не сломаю. Гнуться. Как они гнутся? Давай. Оп. Оп. Все хорошо, хорошечно. Так, на любую башку оденется. Это реально поднимает настроение. Ты смотришь на вот это вот все дело. И у самого улыбка тянется до ушей. Они действительно выглядят очень красиво и современно. И плюс ко всему, сделано добротно. Из хорошего материала, ну прям на высшем уровне. А микрофон вставляется вот сюда. Так, закрепили микрофон. Вот, пожалуйста. Если вам микрофон нужен, вы его вставляете. Если не нужен, то, соответственно, вы его просто отключаете и откладываете в сторонку. У меня, например, микрофон несъемный, поэтому я просто его захороначил скотчем. Здесь я еще вижу индикатор, который будет показывать нашу работоспособность. Как я так понимаю, сейчас мы это все проверим. Давайте подключим и посмотрим, как это все работает. У нас динамики по умолчанию Fifine появились новые. И в записи у нас появился микрофон Fifine Headset. Так, абсолютно без фильтров. Вы сейчас слышите так, как работает микрофон и воспроизводит мой голос. Шумоподавление включаем и врубаем здесь микрофон через Broadcast. Все, шумы я сейчас убрал и вы слышите мой голос в обычном тоне, как я разговариваю повседневно. Звук очень хороший. А если я сейчас немножечко добавлю студийного такого фильтра? Давайте проверим, как же я буду звучать. Я сейчас не слышу, но я обязательно послушаю. По идее, вот сейчас меня должно быть ну просто вау, как слышно. Слушайте, ну нифига себе, да, этот микрофон может потягаться с моим вот этим студийным, ребята. Как я это сделаю, если вам интересно, напишите мне об этом в комментариях, я вам расскажу потом, как это сделать. Ценник на эти уши в Украине примерно 2-2,5 тысячи грин, а в России 3,5-4 тысячи рублей. Ну что ж, сейчас мы, короче, будем проверять микрофон и наушники в игровом режиме. Посмотрим, как это все работает и прочекаем еще музыку, как она звучит. Это, ребята, вообще разрыв башки, офигеть. О-о-о-о, у меня аж бурашки потело, если честно. Я попробовал, значит, режим кино, это самый первый режим. Здесь завышенные высокие частоты. В игровом такое вот все басисто становится, и в ушах объемный звук, и, мне кажется, это самый лучший режим для игр и для прослушивания музыки. И есть еще режим музыки, он у нас идет самый сбалансированный. Просто выключить все эти эквалайзеры нельзя, нужно выбрать именно какой-то один. Самое главное сейчас проверка будет на направленность звука. То есть, насколько в игре я смогу понять, с какой стороны по мне стреляют. Йоу, моптить. У меня хп уже нету. Здорово, мужики. Ох, ёпай. В этом режиме мы идеально себе сейчас проверим наушники. Поехали, попробуем. Ну вот, отсюда его стреляют. Видно? Слышно? Вот он отсюда его стрельнул. Так, вот отсюда, по-моему. Вот он стреляет. Ну, то есть, абсолютно сразу. Моментально я понимаю, откуда вы летит звук. И это прекрасно. Я даже говорю в этот момент. Вот он стреляет. Вот. Не, ребят. Это стопроцентная победа. Это реально топовые наушники. Лучшие, которые могут быть вообще. За эту цену это лучшие наушники. А за что деда-то убили-то сразу? Здорово, мужик. О, здесь появился. Я услышал, я услышал, я услышал, как он появился. Здорово. Этитит колотит. Как я его убил? Гооо. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Здорово. Все прекрасно слышно. Где, с какой стороны кто стреляет? Я абсолютно понимаю, где противники. Прямо в жопу ему зацелил. Нормально. Хорош, в голову попал красиво. Сейчас бы слепо. Увернулся. Я услышал, как он подошел. Это охеренно, ребят. Эти наушники именно для тех, кто хочет тащить. Руки, конечно, они вам не исправят, но, по крайней мере, они вам добавят очень имбалансный ВХ. Микрофон мы будем проверять в GTA. Так, я убираю полностью микрофон и говорю только микрофон наушников. Если вы будете говорить через микрофон, который у вас встроен, и вот здесь вот наушники, то ваш собеседник будет думать, что вы какой-то блогер. Потому что, если добавить чуточку фильтрика, то у нас получается очень дорогое звучание. А ты меня вообще нормально слышишь? Да. Во, вообще прекрасно. Держи, братан. Спасибо, брат. Да не за что. Слушайте, он меня нормально слышит. Давайте еще проверим с толпой где-нибудь. Так, поехали в толпу. Ой, ёпти, какая она резвая-то. Етить-колотить. Да с кем ты гоняешься-то, забей, забудь вообще. Нашел с кем гоняться. Ну, что ты стал-то здесь, а? На повороте. Сэр, вам чем помочь? Здорово. Ты с Рэма? Да, инвайт могу дать здесь надо. А что, сейчас на какой ранг инвайтед? А, на первый, там с тем повышение изи там. Все, я понял. Я даже чекну сиху. Что вообще, как дела? В Рэмах там. Да, отлично, отлично. Много контента, много фарма. Сейчас вообще жесткий фарм. Что, получишь, чем раньше? Да, сутенерку 1200 за контроль. О, вообще, вообще хорошо. А, ну да, экзважи. Слушай, а меня вообще нормально слышно? Отлично, брат. Волосы отлично. Ой, спасибо тебе большое. Давай, давай. Антоха, Антоха. Тебе тачка надо? Какой бы отдать тачку? Давести можете? Братуха, возьми машину. Возьми машину, катайся. А, спасибо. Ну, в общем, ребят, ну вы поняли. Вы поняли. Слышно меня хорошо? Голос он говорит у меня прекрасный. Поэтому, ребят, что я хочу вам сказать. Микрофон очень классный. Он съемный. Это максимально удобно. Здесь есть много режимов. Это большой плюс. Качество сборки великолепное. Это действительно стоящее. За такие деньги это бюджетные наушники. И, учитывая, что они бюджетные, они сделаны настолько, что это... Не знаю, мне кажется, я бы отдал бы за них намного больше. Потому что стоят они по виду, внешнему, по функционалу и по качеству сборки. Они стоят дороже. Поэтому берите. Обязательно я вам всем рекомендуйте наушники. Ну и вообще продукцию FIFINE. Либо AmphiFine, как вам проще будет. Из минусов я хочу отметить это то, что нельзя выключить вот эту вот подсветку. Нельзя поменять цвет. Но цвет поменять это ничего страшного. Выключить можно, в принципе, просто отдернуть наушники или выключить питание компьютера. И еще из минусов это то, что очень громко нажимается вот эта кнопочка. Она очень громкая на самом деле. Ну, это кому-то, конечно, это будет минус, кому-то плюс. Но я особо ее не тыкаю. Поэтому переключение режимов тихое. Ничего не мешает. Только единственное, что громкость звука. Но громкость звука вы же не будете тыкать постоянно. Я уже в этих наушниках нахожусь под 2 часа где-то так. Они не давят. Они очень легкие. Они очень удобные. Ни на уши, ни на голову мне совершенно ничего не давит. Из минусов больше ничего нет. Спасибо, братух. Чтоб не втыкал правильно. Ну что ж, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-два. Ссылочки будут в описании. Переходим, смотрим продукцию Wi-Fi. Покеда.